Вот этот мост без преувеличения можно назвать красивейшим в Калифорнии. Когда-то он был самым высоким железнобетонным мостом в мире и первым, имеющим не прямую, а изогнутую конструкцию. А еще его называют мост самоубийц. Фоначам любители пощекотать себе нервы охотятся тут за привидениями. Конечно же, обойти стороной такое место Голливуд не мог. Сегодня стоп где снято на мосту Колорадо-стрит. Арочный мост был построен в 1913 году. Его высота 45 метров. По тем временам цифра рекордная, но известность мосту Колорадо-стрит принесли другие цифры. Более сотни человек покончили с собой, спрыгнув отсюда. Суетиды стали случаться тут практически с первого дня после открытия моста. Больше всего их было совершено в годы Великой Депрессии. Дурная слава моста нашла свое отражение в кино практически сразу в легендарном немом фильме «Малыш» с Чарли Чаплином, снятым в 1921 году. Главная героиня раздумывает о самоубийстве, стоя именно тут. Кстати, «Малыша» называют самой успешной работой Чаплина. Мост снимался в сериалах, например, «В менталисте» и «В миссии невыполнима». В фильмах «Фаворит» и «Ходят слухи». Знаменитый клип Ланы Дель Рейн на песню «Саммертайм Саднес» тоже снимался на этом мосту. С него и прыгала в героиня видео. Развеять дурную славу? Эту конструкцию, кажется, пытались создатели «Ла-ла-ленда», отправив героев романтического фильма «Гулять» по Колорадо-стрит. Реабилитировать мост стараются и власти города Пасадена, где он находится. То высокие заграждения установят, то таблички с жизнеутверждающими надписями и телефонами горячей линии психологической помощи повесят. Но желающие свести счеты с жизнью продолжают находить лазейки и по сей день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова